Здравствуйте! В эфире программа «Другой формат» в студии депутат областного собрания Александр Дятлов. Во время прошлой программы я поинтересовался у вас, стоит ли продолжать тратить бюджетные деньги на финансирование отечественной сборной по футболу. Не разумнее ли будет представить сборной возможность самостоятельно зарабатывать деньги, а освободившиеся ресурсы путить на развитие массового спорта в регионах? Всю неделю на сайте Двиной.Информ шло голосование, и вот его результат. 85% читателей согласны с тем, что национальная сборная по футболу должна научиться зарабатывать деньги самостоятельно. 10% проголосовавших считают, что лицо российского футбола нельзя оставлять без бюджетного финансирования. А 5% ответивших не определились со своим мнением на этот счет. Что ж, так или иначе, большинство северян высказались за то, что миллиардные бюджетные траты на российскую сборную по футболу не оправдываются, и куда эффективнее было бы направить эти средства на развитие спорта в регионах. А развивать нам действительно есть что. Неделю назад мы уже говорили о том, что обязательное условие нормального развития любого массового вида спорта – это его доступность. Да и футбол, кстати, не единственный массовый спорт, который популярен в России. Для нас, северян, куда логичнее было бы обратить внимание на хоккей. Тем более, что история отечественного хоккея самым тесным образом связана с Архангельском. Именно в нашем городе на стадионе «Динамо» 22 декабря 1946 года состоялся первый матч первого чемпионата Советского Союза по тогда еще канадскому хоккею между командами «Водник» и «Динамо Москва». Ситуация, которая сегодня сложилась в Архангельском хоккее, очень красноречиво охарактеризовал председатель Федерации хоккея России Владислав Третьяк. На апрельском заседании Госсовета, посвященном развитию в России этого вида спорта, он кратко и емко оценил состояние Дворца спорта профсоюзов. «Это бардак», – сказал тогда легендарный вратарь. Что же изменилось за те три месяца, что прошли с этого выступления? Да, по сути, ничего. Выставки и ярмарки во Дворце спорта как проходили, так и проходят. Зато областная федерация профсоюзов поспешила успокоить архангельскую публику, мол, торговля колбасой и шубами не мешает проведению спортивных мероприятий. Зато на деньги, полученные от аренды, здание потихоньку ремонтируют. Правда, профсоюзные чиновники умолчали о том, что аренда льда на подведомственном ему спортобъекте остается одной из самых дорогих по сравнению с соседними регионами. Платить 19 тысяч рублей в час большинство любительских команд просто не могут. Может быть, по этой причине с каждым годом все больше молодых талантливых хоккеистов покидают Архангельскую область. В этом году, например, в другие регионы жить и играть в профессиональный хоккей вместе со своими семьями отправились 20 юных северян. Понимая трагичность ситуации, больше месяца назад региональные федерации хоккея и фигурного катания обратились в правительство Архангельской области с предложением забрать здание Дворца спорта профсоюзов в собственность Архангельской области. Спортивная общественность таким образом надеялась вырвать единственный профильный спортивный объект поморской столицы из лап рыночной экономики за тем, чтобы он получил, наконец, возможность работать по своему прямому назначению. Однако прошло уже больше месяца, а ответы на свои обращения ни хоккеисты, ни фигуристы не получили. По всей видимости, правительство региона, областное агентство по спорту и региональная федерация профсоюзов не могут договориться. Не добавляет шансов на положительное решение этого вопроса и кризис, который, как назло, крепко связал руки областной администрации. Еще более интересная история происходит в Коряжме. Президент России Владимир Путин больше года назад поручил региональным властям построить там крытый ледовый дворец. Однако несмелые попытки выполнить поручения главы государства начали предприниматься лишь совсем недавно, после серии публикаций в СМИ. Сегодня в региональном правительстве рассматривается несколько проектов ледовых дворцов, в том числе и недавно построенного крытого корта в Северодвинске. Любой из них может появиться на юге области. Вот только когда – неизвестно. Окончательной ясности, когда же будет выполнено поручение президента, нет и сейчас. Вот и получается, что сегодня мы много говорим о том, что физическая культура и спорт способны изменить сознание молодежи, отвлечь ее от алкоголя, наркотиков, да и просто праздного времяпрепровождения в социальных сетях. Говорим об этом мы много, но что мы для этого делаем? Да по сути ничего. Власти погрязли в бюрократических процедурах, коммерческие структуры в своих финансовых интересах, а спортивная общественность тем временем захлебывается своей же инициативой. Можно ли что-то поменять в этой неприятной картине? Думаю, да. Да и начать нужно с малого. Например, закрыв глаза на финансовые трудности, все-таки забрать в собственность региона здание Дворца профсоюзов, очистить его от торговых палаток и нескончаемых выставок и предусмотреть финансирование. Для того, чтобы на его ледовой арене могли себе позволить тренироваться все – от любительских хоккейных команд и фигуристов до сборной команды области. Может быть, тогда наш регион перестанет терять талантливых спортсменов и снова получит шанс войти в историю отечественного хоккея. И именно этому посвящен наш сегодняшний опрос общественного мнения. Как вы считаете, должно ли правительство области забрать под свою опеку Архангельский дворец спорта профсоюзов и сделать занятия там доступными для жителей города и области? Варианты ответов – да, северяне должны иметь возможность заниматься спортом в нормальных условиях и за приемлемые деньги. Нет, это повлечет за собой дополнительные расходы бюджета, что в условиях кризиса негативно скажется на финансовую устойчивость региона. И ваш вариант ответа. Свои ответы вы можете присылать в наши социальные сети Facebook и ВКонтакте Александр Дятлов и Екатерина Поздеева. И также на экранах телевизоров вы увидите адрес нашей электронной почты. До свидания и всего вам доброго! Субтитры создавал DimaTorzok